Газон нужно чесать и он должен дышать. Андрей Тихомиров, основатель первой академии сада, лишь зайдя в калитку, начинает консультировать. Вынужденная самоизоляция еще раз напомнила горожанам, жизнь на земле более естественна для человека. Спрос на загородную недвижимость растет. По информации пресс-службы Авито, повысился интерес к долгосрочной аренде коттеджей на 213% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет и интерес к садоводству. Газон. Вот ее надо так вычесывать. Я все время считала, что прошлогодняя трава прекрасное удобрение, когда оно перегнидет. Удобрение в данном случае есть смысл вносить уже специально для газонов, которые хорошо содержат азот. А это очень сильно забивает рост молодым побегом, потому что им приходится слишком много энергии тратить на пробивание. Есть сила и время. Берутся грабельки и, соответственно, с шагом примерно 20 сантиметров, очень долго и упорно делаются такие дырочки. Во время самоизоляции многие участки преобразились. Появилось время и потребность в успокаивающих занятиях. Сейчас прошло время активных обрезок плодовых, но время заняться лечением. Видите, это ороговевшее образование от коры. Люди же все-таки как-то ухаживают за своей кожей. Дереву также нужен подход и внимание. У нас есть разные варианты щеток. Например, для больших деревьев, там можно чуть-чуть подальше отойти, будет пыльно. Мы без особого фанатизма удаляем старую ороговевшую древесину. Повреждения на стволе профи предлагает обрабатывать специальным составом, изготовленным по собственной рецептуре. Плюс здесь у нас есть специальный состав. Есть клей, который помогает прилипать. Есть эпинэкстера. Вот тут рекламой не будем заниматься, грубо говоря, но это чтобы клетка быстрее заживлялась. Что туда еще? Мыло дегтярное для эластичности. Ну, сама глина специальная, я еще не сразу ее нашел. Опыт работы с деревьями у Андрея 10 лет. Имел навык альпинистом. Пошел обрезать деревья. Много уничтожил после ураганов и ледяного дождя. Карму, видимо, захотел почистить, потому что много было спилено деревьев. Хотя они были аварийные, сухие и так далее, но как-то захотелось созидание какого-то. Лечить, обрезать, сажать деревья, в общем, как бы наполнять уже пространство красотой. Как на клеточном уровне заживляется дерево, как растет газон, как там правильно строить дорожки, дренажи, вот это все. И я пошел учиться. Это были курсы, это была и Тимиряйская академия, и ботанический сад МГУ. Хвойные деревья часто становятся украшением садового ландшафта. У вас есть хвойники? Самое время ими заняться. Можно сделать типа неваки, это вот как вот бонсай, да, есть в горшках такой. Выделять, например, островки какие-то, зачищать все скелетные ветки до этих островков и формировать такие, как говорится, зеленые массы на концах. Один подход. Другой подход, как я уже говорил, стричь постоянно вот эти годовые приросты или просто стричь по площадям таким образом, чтобы не давать больше расти, чтобы вся вот энергия переходила вот вовнутрь сюда. Есть годовой прирост, да, он еще у нас, конечно, не сформирован до конца. Вот, обычно его убирают, если по приросту работают, на 30%. Вот, ну, грубо говоря, да, там, вот так возьмем. Причем очень важный инструмент после этого промыть очень тщательно специальными растворами, которые смолу убирают. Это процесс творческий, абсолютно творческий. И когда я подхожу к новому дереву, первый год, я вообще не знаю, что будет. Вот вообще не знаю. Я просто подхожу и начинаю с ним, как говорится, отношения какие-то. Я не смотрю, и оно как-то отзывается. Отзывается в пространстве, в котором оно растет. На фоне усталости от тревожных коронавирусных новостей прогулка по саду дает возможность отдохнуть. Надеемся, вы почувствовали прилив сил. Так же, как Оксана Мирошникова и Кирилл Емельянов. Программа события. Продолжение следует...